Поселок Сотниково. По улице Трактово расположен ряд многоквартирных домов, которые, несмотря на срок постройки, держатся под речком. Но вот только проверку силами природы один из этих домов не прошел. Ну, где-то неделю тому назад, когда был шторм, ну, штормовое предупреждение было и крышу снесло. Вообще у нас с этой стороны постоянно крышу сносит, как вот ветер вот такой вот. Раиса Владимировна живет в этом доме уже с 86-го года. Говорит, что бывало и топило раньше, но после капремонта все было относительно хорошо, до недавнего времени. Вот сейчас вот после капитального ремонта. Был ремонт, крыши новые менялись, в общем. Года два, наверное, так спокойно было более-менее. Сейчас опять. У нас вот от Торцовой страны постоянно здесь с ним крыши стаскивают. А что касается ремонта крыши, за него собираются взяться основательно. В управляющей компании нам сообщили, что первоначальные работы уже выполнены. На сегодняшний день сделаны какие-то мероприятия. То есть из-за лишних остатков шифера мы покрыли площадь на 27-й квартире. А на 26-й квартире, где основной был произведен, ну, где нет ни стропил, ни крыши, там постелена пленка. То есть, ну, в обильной дождь тогда будет произвести очищение и удаление водных остатков. Мы с странами приложили пока все усилия, как бы, что возможно. Будем дополнительно сейчас смотреть уже по ситуации. Пока на случай небольших осадков жителям дома волноваться не придется. Сметы составлены, документы отправлены в администрацию района. Сама крыша нуждается в капитальном ремонте, а чтобы выделить деньги на работы, нужно одобрение комиссии. Крыша у нас ждет капитальный ремонт. Ну, это надо еще доказать. Надо пройти процедуру, что вот, нуждаемся мы в таком ремонте. А сейчас пока аварийно-восстановительная работа будет производиться. В управляющей компании попросили отнести жильцов с пониманием. И намекнули вовремя оплачивать деньги в фонд капитального строительства. Все, что возможно на ранних этапах, работники МУП уже совершили. А для полного восстановления стихийных последствий жильцам придется дожидаться разрешения от вышестоящих инстанций. Будамунхоев, Юрий Шабаганов, Первая Альтернативная.